Говорил отчаявшимся людям, что им нужны лучшие боги. Те, что ответят на их молитвы. Неужели христианин Смаута не восстали против такого богохульства? О, да. Где-то в 46-м многие горожане решили покончить с обедом и его делишками. Всё из-за этих яростных проповедей. Да и пропавших слишком много, понимаете? Эх, добрые люди вышли за людьми капитана обеда на риф. Была стрельба. На следующий день обеты около трёх десятков его прихвустней сидели за решёткой. Следующие несколько недель всё было тихо. Вплоть до той страшной ночи 46-го. Все, кого здесь не было, думают, что произошло восстание. Но я-то их видел. Их были полчаса. Слушай, старик, у меня нет времени слушать эти рыбацкие истории. То, тут была настоящая резина. Двери тюрьмы открыли. Горы мертвецов и умирающих. Пальба, крики и вопли во всей городской площади. Наступило утро, грязь убрали. Старый обед и его семья стали тут главным-то. Простому народу было велено страниц у чужаков, если они не хотят беды. Зедок, кто это сделал? Вот только старый капитан теперь задолжал ещё больше своим языческим богам. Они уже жаждали непросто жертвоприношений. Обед сказал местным, что они должны дать клятвы Дагона. Да что это за клятвы? Ну, спросите, старого Уэйта про клятвы Дагона. Он дал третью клятву. Сходите вонору на Дог-стрит и сами всё поймёте. Точно? Он дал мне ключ от городской богодельни. Возможно, он мне пригодится. Да, уже братью рассказал историю. Тут уже впору задуматься о том, что же тут происходит. Так, что это наше? Мистер Уолтерс, я должна с вами поговорить. Просто Джек. И давайте не будем торопиться, дорогуша. Вы мне хоть имя своё скажете? Меня зовут Родокер Уолтерс. Если вы не хотите пропасть в Энсмауте, прошу вас, идите со мной. Пропала, да? Как Берном? В этом я не уверена. Лучше спросите дочь Биллингема, Рут. Она встречалась с Брайаном. Что? Кто такая Рута? Скорее. У нас мало времени. Идите за мной. Так, ну, значит, не она, девушка Брайана. Джек, Энсмаут — странное место. Здесь есть вещи, которых тут быть не должно. Ужасные, страшные вещи. Странные? Поверьте мне, со странностями у меня долгие взаимоотношения. Это ещё надо выяснить. Но я могу помочь. Мой отец наткнулся на этот странный символ, изучая один старый манускрипт. Похоже, он обладает силой отгонять всякую нечисть им с Маута. Так, что тут совсем странное творится? Поэтому давайте сохранимся. Теперь, собственно, куда нам? Что нам надо делать? Да херня какая-то. Ничего полезного не написано. Ну, блин, так кто это лазит-то? Всё, это дурно пахнет. Так, куда идти? Где бы эту рут найти? Ещё товарищу надо расспросить про эти клятвы. Что-то мне подсказывает, что всё-таки сюда надо идти. Заперто. Наверное, это проход в заднюю часть универмага. Что-то по памяти помню, так смутно. Блин. А здесь-то у нас что? Эзотерический орден Дагона. Не открывается. И слава богу, я туда и не хотел. Ещё к сектантам не хватало. Где тут есть какие-нибудь, собственно, задачи, какие сейчас надо сделать? Ничего. Придётся методом научного тыка. Так, давайте начнём по часовой стрелке. Так, тут у нас что? Не поддаётся. Тут у нас не поддаётся. Тут у нас не открывается. Интересно, зачем они поставили здесь заграждение? Извините, как я... Поговори со мной. Джек Волкерс. Роунс. Эллиот Роунс. Чего вам нужно? Вы не могли бы помочь приезжему в этом замечательном порту? Вы шутите? Нет, вовсе нет. Я ищу Брайана Бернова. Он тут работает. В продуктовом магазине Фест Нэшнл. В Энсмаути приезжих не очень-то любят. Проваливай, чужак. Вы очень любезны. Не открывай. Этот парень просто несёт чушь и всё. Открыто. Это что за пур хаос? Старый городок. Ну, пойдёмте. Почему-то он при переходе на новую локацию замирает на пару секунд и... Если я тебя с чужаком увижу, доложу в Орден. Я буду молчать. Замирает и двигаться пару секунд не получается. Вы не знаете Бернова. Он ещё работал в Фест Нэшнл. Пожалуйста, хватит расспросов. Я вас понимаю. Тут у нас что за тёмный уголок? Её испугали просто. Не поддаётся. Не закрывается, не поддаётся. Маггибуш не озвучит такие вещи. Не поддаётся. Не поддаётся. Да, я угадаю. Не открывается. Не открывается. Ха, я угадал. Это было очень сложно. Привет. Я ищу Брайана Бернама. Я ни о каком Бернаме не слышал. Это вход в городскую богадельню. Дверь-то тебе закрыть с собой. Так, что у нас в богаделье? Не открывается. Не открывается. Да кто это там? Напряжное чувство. Увидели, да? Что ты тут высматриваешь, старина? Да ничего, просто смотрю. А что ты делаешь в доме, старый Уорн, парень? Это дыра только для разбитых и умирающих. Я пытаюсь найти Док-стрит. Она у задней стены дома. В Инсмаути всё гниёт и умирает. Окна заколачивают. А на тёмных чердаках и чуланах постоянно кто-то скребётся и рычит. И как тебе нравится наш городок, парень? Я бывал в местах и получше. По-моему, он уже несколько лет отсюда не выходил. Он ничего не знает. Я бы тоже не выходил в такой городок. Комфорт, все удобства. Да уж. Дом престарелок здесь. Охереть. Она хоть живая, а там нет? Похоже. Блин, жуть какая. Тут что, подхватить что-нибудь можно? Возьмём аптечку. Так, ну давайте пойдём дальше. Из этого ужасного места. Братёня отъехала уже. Или женщина. Блин, у неё изо рта выпался. Охереть. Не открывается. Техника безопасности. Не открывается. Так, ну и чё, я сюда пришёл? Ты чё смотришь? Вот иди своей дорогой. Так, тут у нас что? Не поддаётся. Не поддаётся. А здесь не открывается. Не открывается. Да, да. Так, к нам туда что? Крашается. Вы не знаете Бернэма. Он ещё работал в Фест Нэшнл. Я чё-то не расслышал, что ты говоришь, чужак. Ты он или она, я не пойму. Собственно, я пришёл, похоже, к этому. Какого? А, сейчас всё узнаю. Здравствуй, маленькая леди. Привет, сэр. Твои родители дома? Папа на работе, а мама наверху, на чердаке. Она болеет. Ясно. Ну, а как тебя зовут, маленькая леди? Рамона. Ну что ж, Рамона, а ты не позовёшь свою маму? Нет, мама кусается. Папа сказал, что нам нужно держать её на веруке. Для её же блага. Прошу прощения. Кусается. Когда я подхожу к двери, она рычит. Я не люблю маму, так как папу. И не говори. Рамона, мне очень нужно поговорить с твоим папой. Ты не знаешь, когда он придёт домой? Наверное, скоро. Если хотите, подождите его дома. Папа не будет против, а я рисую цветными карандашами. Ну и какая-то молодежь. Рамон, а что ты рисуешь? Портрет мамы и папы. Ой, как похоже. Не открывается. Так, ну пойдёмте, сходим наверх. Что за ворчание я слышу? Так, а откуда такие звуки? Фотография мамы, насколько я вижу. Отсутствует. Я на дверь смотрю вообще-то. Вот это должен был сказать. Что это такое? Так, эта дверь на запоре. Не открывается. Ну давайте посмотрим. Ох, твою мать. Какого хрена, блин. Какого хрена, блин. Я не ворчай. Что-то меня кноевит. Я что вырубился, что ли? так что это что тут было вообще в этом отрасла же это дневник дневник кто-то драл стену старый шкаф блин меня удивляет как диссонирует этот голос абсолютно пофигистичный с моим приглушенным дыханием на персонажа смысле его частым сердцебиением кто там плачет дверь вынесли просто смотри да твою дивизию о боже нет у меня забрали единственного человека которого я любил мне очень жаль я не знал что там было что это была за тварь объяснять нет времени они скоро придут слушайте меня внимательно вы все расспрашивали об этом бернами и теперь о вас весь город говорит я слышал это плохо что но он не добрался на самом деле его схватил орден догона он что-нибудь украл из сейфа к счастью нет он прочный ломом он бы его ни за что не открыл в нем лежит одна вещь которую нужно защитить от ордена вам нужно вывести ее из им смалта возьмите ключ от задней двери в магазин комбинация для сейфа записано в моем дневнике он наверху торопитесь джек да что же там в сейфе лежит этот раз ты зашел слишком далеко ты арестован за убийство тебя за это вздернут подождите он ничего плохого не сделал он убил свою дочку свою кровь и плоть это очень плохо я читаю тебе лучше заниматься своими делами чудак мы в нс мауте решаем проблемы по старинке так как тряпье закинул так ну что он нам дал какие-то ключи он нам дал или они тут остались лежать давайте проверим на всякий пожарный да похоже он успел передать передать да вот так вот мы сами того не ведая натворили дел выпустили какую-то страшную дверь черту дверь говорю товарищ чердак фута блин заговариваются уже начинают товарищ чердака и что у нас в итоге ключ эту нир могу это это недавнее семейное фото часть фотографии оторвали на фотографии только томас и рамона уэйт старые ящики ничего интересного не поддается так ну и ладно я думаю двинем отсюда не поддается не открывается эшелизм проверим альбом рамоны блин у меня сложилось ощущение что он не успел передать мне что у него из рук вылетел куда то сюда упало ну да ладно так давайте почитаем дневники давайте рисунки посмотрим рисунки в альбоме сложно взять из ночных кошмаров на будто взяты сложно поверить что такой маленький ребенок может придумать такие ужасы здесь есть рисунки странных невероятных существ они нарисованы очень грубо но все же внушают животное чувство отвращения но на одним из них написано мама чтобы это значило мы уже поняли что это значит эти тревожные рисунки заставлять серьезно задуматься о психическом состоянии девочки да нет уж девочки мама ее порвала последняя запись в дневнике сделана сегодня здесь написано следующее еще одна бессонная ночь я лежу с открытыми глазами слушаю как в закрытом комнате ходит это это существо над которым я женился будь проклят эзотерический орден тагана будь прокляты эти клятвы но понятных брось свой магазин тоже хочет убежать дочь его держит 10 лет и только использую исполнилось так ну ка ну ка в качестве комбинации для сейфа месяц день и год его рождения именно в таком порядке начиная по часовой стрелке но я думаю нам это поможет последняя запись сделана сегодня план разберемся если что что такое я помню ох как бы просто разделочный какой то уходим из этого дома да что ты смотришь на меня джек джек слава богу я нашла вас уэйта арестовали за то что он убил свою дочку я знаю рэбекка это явно джек о чем в чем вы виноваты там на чердаке кто-то был какое-то животное и я его выпустил это я во всем виноват полиция загребла уэйта он не должен пострадать он ни в чем не виноват нам нужно что-то делать виноват или нет но орден его точно линчует вы ничего не можете сделать джек я вижу вам пришлось не сладко у вас на голове кровь по моему я некоторое время провалялся в отключке я вижу у вас есть бинты перебинтуйте себе голову быстрее заживет крови вытекло немного шов накладывать не нужно спасибо ребятка так ну давайте забинтуемся что у нас на голове ох ты какое рассечение ни хрена себе шов накладывать не нужно довольно любопытная система лечения я бы сказал уж всяко лучше этих современных что отсиделся за углом у тебя здоровье восполнилось вот